Привет! В сегодняшнем выпуске «Прогулки по Старому Киеву» мы рассмотрим картину художника Михаила Макаровича Сажина «Выдубицкий монастырь». Сажин родился в Галиче, Костромской губернии, в 1818 году в купеческой семье, а с 1844 по 60-е годы XIX века же жил в Киеве, а с 1846 с Тарасом Шевченко и Афанасьевым Чужбинским вообще снимали вместе квартиру в одноэтажном домике чиновника Ивана Житинского на Козьем болоте. Ныне это музей Шевченко около Майдана. В тех же 40-х годах Сажин написал множество картин с видами Киева. Они сейчас томятся в архивах разных музеев и под различными названиями ходят по инету. Сегодня довольно малоизвестная его работа «Выдубицкий монастырь». Древний Выдубицкий монастырь обычно показывают из ботанического сада Серенгария сверху, а это с обратной стороны, как если бы мы в нынешнем ботсаду спустились с холма по крутой дороге из Сиреневого сада к самому входу в монастырь. Современный спуск, аллея, змеей вьющаяся по холму, имеет название «Улица Выдубицкая». Но в XIX веке путник сходил вниз чаще всего не по этой будущей аллее, а другой дорогой. Сейчас ею почти не ходят, она заросла и лежит по дну оврага Выдубичей, справа на глубине, если спускаться аллеей. Так и ходили прежде, а вот по аллее стояли дома среди дубовой рощи, впрочем, дома там были повсюду с уймой разных крутых лестничек и тропинок. Но о картине. Перед нами въезд в монастырь через ворота слева от колокольни. Сейчас от низа колокольни вперед выдвигается ресторан. Внутри монастырских стен видны Георгиевский собор и позади самое древнее строение – храм Чудо Святого Михаила в Хонях. Пространство между ними занимало кладбище, сейчас от него осталось мало могил. Храм Михаила, построенный в 11 веке, стоит на пригорке, и в летописные времена он и пригорок укрепляли подпорной стеной, которую спроектировал Петр Милонег. Еще дальше мы видим Днепр. В те же годы Тарас Шевченко зарисовал эту церковь с другой стороны. Посмотрим. В наши дни вода не подходит так близко к берегу, как на рисунке, а пригорок с церковью стоит выше уровня Днепра. Мы можем сравнить с более поздним уже снимком стыка 19-20 веков. Вода уже дальше от храма, чем во времена Шевченко и Сажина. Я раньше рассказывал, что эти дома по холму кельи тех, кто на склоне лет внес в монастырь деньги за право жить при нем, не в качестве банахов, но как мирских людей. Так вот, я недавно уточнил, кельи стояли внизу, вдоль, скажем так, берега, а выше жили обычные люди. На плане 1842 года, как раз Сажин в те годы рисовал, видим протекавший мимо самого Выдубицкого монастыря рукав Днепра. Он и показан на рисунке Шевченко. А на другом берегу рукава остров. Вернемся к картине Сажина. Здесь острова не видно, только река, но подозреваю, что в наводнения, которые случались в Киеве до устроения водохранилища, остров вполне мог затапливаться. Если мы перенесемся во время написания картины, то слева от нас будет виноградник на крутом склоне. В низовьях его, с XVIII века, небольшое кладбище для монахов, ибо внутри монастырских стен места для захоронения уже не хватало. Позади нас, начинаясь левее, наверх перлась дорога с домиками. Непосредственно за нашей спиной родник из-под террасы склона. А вот это буйство кустов и небольших деревьев справа, рядом с которыми отдыхают крестьяне, не дает мне покоя. Тут навалены огромные камни, хотя местность не камениста, тут нет выхода каменных пород. Церкви великокняжеских времен строили из плинфы, такого вот кирпича, значит это не развалины давней церкви. И вот у нас есть два варианта, что предположить. Первый, эти хаотично расположенные валуны были привезены как материал для кладбищенских памятников и надгробий. И по крайней мере один камень по форме напоминает гробие и одновременно надгробие. Вариант второй, огромные камни могут быть святилищем или его остатками доязыческих выдубичей места, куда, согласно языческому ритуалу, доплывал идол, спускаемый в Днепр, условно говоря, от подола. Обряд сходный с проводами русалок. Когда князь Владимир крестил Русь, он на глазах у приглашенных византийских священников произвел классический языческий ритуал, когда идола или куклу спускают на воду, бегут за ней по берегу с причитаниями. «Выдыбай, боже!» И вытаскивают на берег. В Киеве это производилось как раз в урочище Выдубичи, расположенное по соседству с наводничьими и рожницей. Напомню, согласно летописи, идол Перуна не выплыл около Выдубичей. Его вынесло на остров около сокрытых ныне под водой Днепровских порогов. Так возникло название острова Перун, летописный Перуня-Рень. Предание про язычников, которые бежали по берегу следом за плывущим идолом, крича «Выдыбай, наш боже, Выдыбай!» мы доходим не в летописи, не в житии, а в кройнике Сафановича. Но у него там идол вовсе не Перун, а, цитирую, «Един болван» предполагаю, возле Выдубичей из года в год выплывал другой идол. Я об этом подробно и обоснованно рассказываю в двух первых выпусках цикла «Язычество славян». Даю ссылку в описании к видео. К сожалению, многие историки не читают летописи внимательно, иначе бы знали и помнили, куда доплыл идол Перуна, и что это не Выдубичи. Итак, этот пригорок из огромных камней – материал для могильных памятников или мегалитические остатки давнего святилища язычников? Вопрос для меня остается открытым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!